Девушки отдыхают Процесс производства игрушки очень сильно зависит от уровня подготовки мастера Это не делается на станке, у каждой куклы есть своя душа Самая дорогая кукла в мире – птицелов Ее стоимость – 6 миллионов 250 тысяч долларов В Казахстане кукольники владеют множеством различных техник изготовления Бизнес – это дело очень сложное, тяжелое Ведь игрушки – это изделие нефункциональные, больше для души, для развлечения Тем более еще ценнее из них те, что сделаны не штампованием на заводе, а вручную А как это сделано? Каждая кукла, она неповторима на самом деле Потому что ее лепит человек И прям один в один сделать невозможно Это не делается на станке И у каждой куклы есть своя душа Да, у моих кукол есть, у каждой куклы есть свое имя И к имени я подхожу очень серьезно Я выбираю имя и смотрю обязательно их значение Оно должно быть положительное И, в общем, я смотрю на характер своей куклы и подбираю имя Самую дорогую куклу в мире под названием птицелов Создал швейцарский мастер Кристиан Байен Механический юноша умеет играть на флейте Птицы на его плечах машут крыльями и двигают головами Во время игры птицелов еле заметно кланяется своим зрителям А движение его рта и век Выглядят впечатляюще реалистично Автор потратил на работу 15 тысяч часов Собрав из 2340 деталей полированной стали Шедевр весом 55 килограммов Одежда механической игрушки сделана По всем канонам мужского костюма эпохи Возрождения Это парча, бархат, атлас и вышитых деталей А вот, например, мишки Тедди Одна из наиболее популярных игрушек во всем мире Самый дорогой экземпляр был создан немецкой компанией Stave Наряд медвежонка был разработан дизайнерами бренда Louis Vuitton Такой Тедди был продан на благотворительном аукционе в Монако За 2 миллиона 100 тысяч долларов Его приобрел корейский предприниматель Джесси Ким Игрушка стала экспонатом в музее плюшевых мишек в корейском городе Чеджу Первые куклы-игрушки Египет, 20 век до нашей эры Изготовление игрушек как отдельное ремесло впервые Древняя Греция, 4-5 век до нашей эры Первые куклы, демонстрирующие моду Франция, 14 век Процесс производства игрушки очень сильно зависит от уровня подготовки мастера Если снеговика из носка и наполнителя способен сделать даже ребенок То кукол из пластика или фарфора только профессионал с высочайшим уровнем подготовки Для этого кукольнику необходимо изучить множество техник Разбираться в структуре материалов Изучить многие химические свойства и процессы Например, чтобы правильно вылепить лицо, необходимы знания по анатомии Если кукла каркасная, обязательно нужно уметь работать со сварочным аппаратом При использовании фарфора необходима муфельная печь В которой будут запекаться детали изделия А это уже совершенно другой уровень подготовки мастера Практически все виды кукольного мастерства И вязаные куклы, и текстильные куклы Мишки Тедди, и запекаемого пластика И самозатвердевающего пластика Любые, какие есть только виды кукольного мастерства Это вот все я могу, все я умею, я в этом разбираюсь Технологический процесс производства авторской куклы Имеет сильные различия в зависимости от того, в каком стиле мастер выполняет изделия Текстильные куклы при создании требуют навыков закройщика И понимания пространственной геометрии От выкройки и выточек зависит объемность форм От качества ткани и ее тактильные свойства Потребители, как правило, стараются выбирать максимально экологичное И по возможности практичное для детей Какой бы сферы это ни касалось От одежды и еды до игр Использование натуральных тканей, например, льна, шерсти, шелка, войлока в игрушках Это прекрасная возможность сенсорного развития Для создания вязаной куклы потребуется моток ниток, спицы или крючок Обучающий мастер-класс и наличие свободного времени А вот для производства фарфоровой или пластиковой куклы Требования уже несравнимо выше В том числе и требования к навыкам и умениям автора Качеству материала, применяемым технологиям Здесь вот 450 грамм 454 грамма Вот из этого куска получается вот такая кукла Которая позади меня сидит То есть фактически как бы вот Есть масса всяких разных еще дополнительных каких-то Это вот нужно и разбавители иметь И краски, и масляные краски То есть достаточно очень большое количество инструментов Которые для того, чтобы сделать вот такую куклу У каждого направления кукольного искусства есть свои ценители Которые предпочитают именно этот стиль Здесь влияние трендов не имеет решающего значения Во главе угла стоит выбор потребителя Как же определить, какой вид кукольного искусства ближе именно вам? Можно зайти на аккаунты Центра Вселенной Кукол И увидеть варианты на страницах в соцсетях Но лучше всего, наверное, увидеть кукол воочию На выставке, где есть возможность рассмотреть детали Увидеть произведения кукольного искусства со всех сторон И тогда уже выбирать Какие предпочтения лично у вас? Что вам больше нравится? Вам нравится кукла статичная, которую вы можете поставить в сервант И она будет стоять всегда в одной позе И вам нравятся детали, которые сделал этот мастер Чтобы ее разглядывать постоянно Потому что кукла раскрывается всегда постепенно И сколько раз бы вы на ней не смотрели Вы каждый раз будете видеть в ней что-то новое Либо это текстильные куклы Которые тоже не менее шикарно бывают сделаны Особенно в грунтованном тексте До того ткань превращается в скульптуру Что это очень красиво Вязаная игрушка тоже имеет своих почти почитателей Кому-то это не нравится И с текстильными куклами точно так же Мишек Тедди не любить невозможно Потому что все любят вот эту милашкость Вот эту вот обнимавшись Техник создания авторской куклы очень много Чтобы объединить разных мастеров Нужно было придумать глобальное емкое название Бренд, способный показать разные стороны и направления Почему центр вселенной кукол? Потому что когда вот эта идея появилась Организовать этого сообщества Я ехала за рулем и думала Как же мы на себя назовем? Вот И у меня родилась такая идея Что каждое название отрасли кукольного мастерства Допустим, шарнирная кукла, будуарная кукла Кукла статуарная, статичная Мишки Тедди Это маленькие такие планеты В огромной вселенной мира кукол И вот все эти планеты Они открываются на этой мишке Тедди Живут на этой будуарной куклы Вот здесь живут статичные куклы А мы являемся тем солнцем В центре вселенной кукол Который освещает эти планеты И показывает людям вот этот мир Мир авторской интерьерной куклы Насколько он хорош, интересен Насколько он прекрасен Осваивать мастерство изготовления кукол Можно в любом возрасте Человеку с любой профессией Главное, что требуется для старта Огромное желание Эксперт кукольного мастерства Лариса Сологуб не занималась исключительно куклами Ее основным делом был собственный бизнес В совершенно другой сфере Пока однажды она не почувствовала призвание Творить, создавать Бизнес – это дело очень сложное, тяжелое И в один прекрасный момент я поняла, что мне нужен отдых И я просто на три дня ушла в отпуск То есть я без отпуска была, наверное, лет 10 Я просто три дня решила себе посвятить, самой себе И, соответственно, всем сказала меня не трогать Села за компьютер и завела Не знаю, что меня побудило, но я завела в поисковик Авторская кукла Там были такие потрясающие куклы Такая красота была И это меня опять накрыло волной Опять накрыло Однажды такое уже случалось В детстве Ребенком Лариса уже была заинтересована Заинтригована этой возможностью Созидать Чтобы стать успешным мастером-кукольником Нужно иметь немало навыков и умений Рукоделие – первый шаг на пути к успеху Фактически нет того рукоделия, которым бы я не обладала С 9 лет я практически всему научилась Мы и ткали, мы и ковер делали дома своими руками То есть фактически все это я умею В среде мастеров-кукольников есть традиция Куклы дарятся и продаются обязательно с паспортом от автора, создавшего их Такой же паспорт остается на руках у мастера И этот документ – бумажное подтверждение того пути, который проделал кукольник Как правило, авторы следят за судьбой кукол и знают, где именно находится их произведение Кто владелец? Почему? Потому что это мой опыт Каждая кукла – это один шаг к мастерству, к высокому мастерству Это во-первых А во-вторых, я знаю, где у кого стоят эти куклы В каких коллекциях они находятся И что люди, которые приобрели этих кукол, у которых они находятся, они их ценят Они их любят, они ими тоже дорожат И поэтому для меня это вот такая гордость И даже не гордость, а просто ценное чувство То, что мои куклы кому-то приносят радость Ассоциация мастеров кукольного искусства в Казахстане растет и развивается От небольшого содружества мастеров-организация прошла большой путь развития Мастер-классы, выставки, аукционы, благотворительная деятельность Сегодня спектр работы объединения довольно большой Но самым важным и решающим поворотным моментом мастера считают изменения восприятия потребителей Изменилось отношение покупателей и ценителей творчества кукольных мастеров Корректор А.Кулакова Казахстан На одной из самых первых встреч, увлеченные общим делом, авторы обсуждали возможности развития кукольного искусства в стране и говорили о том, что нужно объединяться, показывать свои работы. Я ушла с этой мыслью, что, в принципе, хорошо бы было делать и собственные выставки действительно в Казахстане. Ну, по-видимому, тут уже сыграла жилка бизнесмена и такого человека, который предприимчивый человек. Я прекрасно понимала, что первые года я на этом вообще ничего не заработаю, то есть я буду только вкладывать. Но мне почему-то так захотелось, чтобы люди увидели вот эту вот всю красоту. Сообщество кукольников «Центр вселенной кукол». 2014 год – около 25 мастеров. 2020 год – более 500 мастеров. За 16 лет проведено более 25 выставок, ярмарок, аукционов. Проведено 4 благотворительных аукциона в поддержку детей, больных муковицидозом. В начале пути многие не понимали и совсем не поддерживали бизнесвумен, которая вдруг занялась таким несерьезным, по их мнению, делом. Почему-то тогда в голове родилась эта идея, что надо создавать сообщество и буром идти вперед для того, чтобы мир видел, что в Казахстане тоже существуют хорошие кукольники, интересные мастера. И что это очень красиво и интересно, это стоит того для того, чтобы это смотреть, как, ну не знаю, как хорошая скульптура в музее, как хорошая картина в музее. То же самое авторская интерьерная кукла может стать предметом искусства. И вот начался наш путь, достаточно очень сложный, тяжелый, тернистый. Среди близкого окружения предпринимателя были и те, кто поддерживал и давал ценные советы. Одна из приятельниц Ларисы рекомендовала использовать пиар-технологии, проще говоря, как можно больше рассказывать о новом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок За годы работы Центра Вселенной Кукол организовано более 25 выставок. Этот вариант популяризации авторской куклы в стране – эффективный инструмент для развития рынка. Вот как только мы организовались в 2014 году, мы начали строить рынок потребления. Потому что, знаете, в шкаф просто кукол делать тоже как бы не очень серьезно. Рынок потребления, он должен формироваться именно выставками. Выставками, ярмарками, хотя ярмарки сам, формат ярмарок я не очень люблю, потому что он предполагает удешевление наших кукол. А у нас куклы не дешевые, поэтому мы не можем как бы продать куклу, которая стоит 500 долларов за 3 копейки. Так не бывает. Вот. Но мы стали строить рынок именно потребления, как он строится. То есть мы показываем в интернете кукол, мы рассказываем о том, как эти куклы делаются, как добиваются мастерства, сколько мастер в себя вкладывает. Потому что для того, чтобы стать мастером-кукольником, нужно знать и сапожное дело, нужно знать, как шьются шляпки. Если вы никогда не шили и не были закройщиками, вам придется стать швеей и закройщицей. Если вы никогда не лепили и у вас нет художественного образования, это не проблема, вы можете этому всему научиться. С чего же начинают производство? С задумки автора. Прежде всего, определяют размер будущего изделия и его тип. Потом выбирают подходящий материал. Часто используют пластик, который подвергается обжигу. Пластик или полимерная глина – это синтетический материал, который очень похож на пластилин. При запекании он затвердевает. Поэтому технология производства кукол подразумевает обжиг изделия. Запекают изделие из полимерной глины при температуре 150 градусов. Для изготовления кукол используют специальное оборудование для производства и специальные формы. Если используется пластик, который необходимо запекать, то нужно за основу взять форму, благодаря которой внутренняя поверхность куклы останется пустой, иначе толстый слой винила может не пропечься. Из фольги формируют каркас для куклы, который дополнительно можно усилить проволокой. Особенно это относится к куклам с тонкими конечностями. Слой должен составлять не меньше 4 мм, но не более 10, иначе пластик может не пропечься или потрескаться. Пластик накладывают лишь одним слоем. Если накладывать его в несколько слоев, то между ними может остаться воздух, который во время обжига может вздутся и нарушить форму куклы. Во время обжига необходимо внимательно исполнять все условия, которые указаны в инструкции. Максимально точно должна соответствовать температура, при которой должно запекаться изделие из винила. Если кукла внутри не имеет твердого каркаса, то все выступающие части необходимо обеспечить подпорками. При использовании самозатвердевающего пластика свободы действия будет немного больше. При использовании такого материала используют каркас для устойчивости изделия. После того, как винил высохнет, формируют куклу, укрепляя на черепе глаза и другие детали. Изготавливают куклу из самозатвердевающего пластика и без использования каркаса. Для этого формируют отдельно все части тела и после высыхания склеивают между собой. Все швы шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. После обжига пластик приобретает достаточную прочность. Это основное преимущество материала. В работе материал довольно сложный, но он замечательно держит форму даже очень мелких деталей. Иногда при производстве применяют самозатвердевающую полимерную глину, которая не нуждается в воздействии высоких температур для затвердевания. Затвердевают такие полимеры по прошествии суток на открытом воздухе. Сколько же стоит авторская кукла? Ее цена складывается из вложенных средств. Некоторые куклы могут быть созданы из очень дорогих материалов. Качественная ткань, золотое шитье, полудрагоценные камни, натуральный волос, к примеру. Также влияет на стоимость, как и в любом другом производстве, затраты энергии, эксплуатация станков и печей, учитывается потраченное время и квалификация мастера-кукольника. Я всегда говорю, что авторская кукла не должна стоить меньше 30 тысяч. Хотя бы 50-80 долларов она должна стоить. Не должна стоить авторская кукла дешевле. Если рассматривать такие приобретения с точки зрения не искусства, а практической рентабельности для покупателя, то вложение средств в авторскую куклу оправдано долгосрочной перспективой роста стоимости. По себестоимости кукла, приобретенная, допустим, вот сегодня в данный момент, вы приобрели куклу, ежегодно эта кукла будет прибавлять в цене 10%. И к 50 годам, когда эта кукла у вас проживет, поверьте мне, 50 лет пролетает очень быстро, эта кукла будет стоить очень больших денег. Это очень хорошее вложение. Кроме этого, авторская кукла – отличный выбор для памятного подарка. Такой сувенир не оставит человека равнодушным и долгие годы будет радовать владельца. Центр Вселенной Кукол занимается не только организацией традиционных выставок, но и благотворительными проектами. Объединение кукольников ежегодно проводит выставку «Время ангелов» в помощь детям, болеющим муковицидозом. Средства выручены от продажи кукол на аукционе и тут на покупку аппаратов, обличающих дыхание. Мы уже 4 раза провели такую выставку, собрали очень большое количество средств. Вот буквально сегодня мне пришло сообщение о том, что в этот январе то, что произошел аукцион, были проданы куклы, были собраны средства в момент выставки. Там стоят ящички, люди опускают. Очень большая сумма была собрана. Были приобретены 20 дыхательных аппаратов, и они все 20 уже разлетелись по всему Казахстану. Куклы еще остались, они будут еще продаваться через интернет, так что еще деньги будут поступать. Ну вот 20 детей мы уже обеспечили. Благотворительные аукционы проводятся в течение всего года. Объявления о них есть в социальных сетях на аккаунтах Центра Вселенной Кукол. У нас в этом году на время ангела приехали и за рекордную сумму, почти тысячу долларов, купили куклу из фарфора. Эта кукла была из России, которую предоставила нам Наташа Юркина, знаменитый российский художник, тоже благотворительность. И мы ее выставляли три раза, и вот третий раз ее приобрели, и за нее прям шла такая борьба. И когда ее купили за такую баснословную сумму, она, конечно, стоит дороже, намного дороже стоит. Но мы поняли, что лед тронулся, что коллекционеры уже начали воевать за кукол на аукционах. Значит, это хороший знак. Развитие кукольного мастерства в Казахстане началось с народного промысла. В ходе раскопок в Казахстане и на Алтае археолог Грязнов обнаружил войлочные куклы в виде маленьких торбочек с вышитым, улыбающимся лицом и узорами на одежде. И сегодня среди изделий мастеров можно встретить таких традиционных кукол с национальным колоритом. Большую смысловую нагрузку несут в себе такие куклы. Они рассказывают о культуре, традициях народа. В казахском национальном искусстве Ортике также используются куклы ручной работы. Синтез мелодий национальных инструментов и танца куклы-марионетки очень зрелищный и никого не оставит равнодушным. Традиционно фигурку козла для Ортике вырезали из дерева. Сейчас есть умельцы, сочетающие древние традиции с современными материалами. Например, конструктор-механик Айтлеум Амурбаев из Актубе создал Ортике из оргстекла и усовершенствовал современной подсветкой. Еще одно популярное направление – кукла будуарная. Такие часто встречаются в арт-пространствах, выставочных салах, холлах отелей и театрах. Кукла в интерьере. Да, это модно. И это было модно еще в 18 веке. С 18 века. Просто, скажем, если ставить в квартиру, это должна быть кукла более какая-то текстильная, может быть. Чем больше помещение, тем кукла должна быть масштабнее. И очень хорошо смотрятся большие эстетичные куклы в театрах. Мастер отмечает, что интерьерная кукла должна быть интересна и выразительна со всех сторон, привлекать внимание из любой точки помещения. По словам художника, хорошо использовать этот прием, когда создается концептуально новое пространство. К примеру, этот мистер Пинч и его спутница миссис Бетт удачно вписались бы в кабинет руководителя. Они эксцентричны и весьма эффектны, считает автор. Особый шарм таким изделием придает эффект старины. Это отдельный этап в производстве кукол и технология, который нужно уметь применять. Мои куклы, они слеплены из современных материалов, но я их специально, намеренно состариваю, чтобы они были винтажными, антиквариатными. Творческий процесс требует от мастера не только знания, усидчивости, владения техниками и материалами, но и вдохновения. Без воображения и желания воплотить свои фантазии в реальность не бывает искусства. Вдохновение у меня приходит с каких-то иллюстраций, картин художников, либо просмотренного фильма. Обязательно перед тем, как создается кукла, я делаю эскизы и после этого уже начинаю лепить куклу. Кукла не всегда получается такой, какая она задумана, потому что у нее есть свой характер и она иногда капризничает. Идеи возникают и требуют от мастера иногда новых умений, особого подхода. Но основной цикл производства неизменный. Сначала возникает идея, готовятся эскизы, а потом разрабатываются методы и техники, которыми можно достичь задуманного эффекта. Сейчас я работаю над проектом. Сейчас это у меня еще все в эскизах. Самое начало. Меня вдохновляет фильм «Дракон Арман» Тимура Бекмамбетова. Мне очень хочется сделать дракона и легкую девушку, показать это все в композиции. Я пока сейчас, конечно, еще не совсем понимаю, как это будет сделано, но работаю именно над этим проектом. Производство кукол ручной работы в Казахстане популярно и востребовано. Этот сектор бизнеса и творчества развивается и получает признание потребителей и коллекционеров. Растет профессионализм кукольников и их работы начинают выходить за рамки казахстанского рынка сбыта. Каждая кукла сделана с любовью и сделана в Казахстане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова